Постоянные клиенты – это неотъемлемая часть любого заведения, организации или компании. И работники настолько привыкают к ним, что замечают их исчезновение с поля зрения сразу же. Один из таких случаев произошел в Салеме, штат Орегон, и этот ролик посвящен именно этой истории. Пиццерия Домино принимает заказы как и у пришедших в заведение клиентов, так и по телефону. Сотрудники знают в лицо многих клиентов и с некоторыми сложились даже дружественные отношения. Один из клиентов, 48-летний Кирк Александр, делающий заказы по телефону, запомнился всему персоналу пиццерии. У него не было конкретного любимого блюда. Его меню изо дня в день пестрило разнообразием. То он купит куриные крылышки, то салаты, то пироги и, конечно же, пиццу и многое другое. Несколько раз в неделю он стабильно покупал одно из этих блюд. Персонал настолько привык к нему, что с улыбкой отвечали ему приветствием на звонок, интересовались его делами, попутно делая запись на листе заказа. Поэтому, когда с последнего его обращения прошло 3-4 дня, персонал заведения начал задавать вопросы. «Почему мистер Кирк не звонит? Наверное, решил заказать в другом месте», – подумали они. Но прошло 11 дней, и было ни звонка, ни вестей. Сара Фуллер, генеральный менеджер пиццерии Домино, поняла, что должна выяснить, что же случилось с её постоянным клиентом. Причиной такого беспокойства было то, что именно она когда-то принимала первые звонки от него 7 лет назад и даже делала доставку. Она знала, что у него когда-то были проблемы со здоровьем, не будет лишним справиться о его делах сейчас. Кирк Александр работал обычно дома, поэтому Сара решила отправить водителя доставки Трэсси Хэмблин, проверить, всё ли с ним в порядке. Женщина стала стучать в дверь, одновременно зовя по имени хозяина дома, но никто не отзывался. Затем заглянула в окно и увидев свет и включенный телевизор, вздохнула с облегчением. Значит, мужчина дома. Она принялась звонить ему на телефон, но когда звонок переключился на голосовую почту, она поняла, что что-то здесь не так. Она вернулась к Фуллер, и вдвоём они решили действовать немедленно. Они позвонили в полицию. Прибывшие стражи порядка оказались как нельзя вовремя. На месте выяснилось, мужчина был настолько слаб, что не мог двигаться и просто тихим слабым голосом звал на помощь. Дверь пришлось взламывать. По словам медиков, ещё один день, и было бы поздно. Благодаря чуткости работников пиццерии была спасена одна жизнь. Очевидно, Кирк перенёс инсульт. К счастью, медработники смогли стабилизировать его самочувствие. Поскольку Кирк был один, никто не мог сказать врачам, как долго он был в таком состоянии. Мужчина был госпитализирован в поликлинику Салема, где спустя некоторое время полностью восстановился. Весь персонал пиццерии навестил мужчину с цветами и открытками. Кирк как клиент является частью нашей семьи, признаётся Сара. Ничего героического в том, что мы сделали. Мы заботимся о наших клиентах и не забываем их. А вы когда-нибудь были свидетелем такой истории? Удивительная и по-настоящему добрая, заслужившая лайка и распространение. Поделитесь ею со своими друзьями и близкими. Пока!